приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами поделимся самой актуальной информацией на 18 ноября 2021 года поговорим о народном празднике поговорим о том что сегодня категорически нельзя делать что можно делать также сегодня проведем практику сжигания проблемы своей жизни и конечно же уделю внимание лунному календарю и об этом всем далее более подробно далее в этом видео а прямо сейчас друзья подпишитесь на канал эзотерика для тебя ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви гармонии пусть они также знают об этой важной и ценной информации это как всегда начинаем с народного календаря и так сегодня 18 ноября народно-христианский праздник день ионы и в этот день вспоминают архиепископа новгорода также по народному календарю сегодня день млечности галактион и сегодня 17 ноября по традиции девушки на выданье разбрасывали во дворе монеты таким образом они привлекали в свой дом женихов парни тоже старались старались привлечь женское внимание и звали девушек повеселиться и потанцевать часто такие гуляния устраивались в чьем-то доме в котором собирались всей деревней в день ионы обычно завершался сбор редьки поэтому уже на ужин и и подавали на стол ели ее перетертой резали ломтиками посыпая солью и поливая маслом квасом добавляли лук и чеснок уважали сегодня квашеную капусту в которую добавляли редьку черный вид редьки особенно ценились за ее целебные свойства при простуде поэтому в каждом погребе обязательно хранился этот полезный овощ с 18 ноября начинали ездить на санях так как земля уже покрывалась толстым сно и слоем снега кстати скажите о вашем регионе уже снег выпал действительно ли вашем регионе уже сильные морозы в комментариях расскажите о своей погоде в каком вы регионе проживаете а вот охотники сегодня ходили на охоту на зайца который к тому времени уже поменял свой цвет на белый так что тот кто смог сегодня подстрелить ушастого считался самым зорким за что его обязательно награждали чарочкой первача в день ионы девушки ходили в крамы где просили помощи найти достойного мужа да поскорее также сегодня ворожили и гадали на суженого такими же способами как и во время сочельника проводили 18 ноября различные обряды с использованием заговорных слов рожденные 18 ноября к сожалению считались несчастливыми людьми но это несчастье проявлялась именно в любви почему дело в том что люди рожденные 18 ноября обладают огромным энергетическим потенциалом они хорошо развиты как физически так и умственно но и них есть недостатки это их не вспыльчивость и импульсивность им тяжело держать себя в руках любое возмущение недовольство они сразу высказывают в глаза своему собеседнику талисманами человека рожденного 18 ноября является цикорий и бриллиант конечно же 18 ноября также были определенные запреты в этот день день ионы и народные приметы предупреждали нас что нельзя делать 18 ноября в день он и так это уборку в чужом доме так как наводя там порядок можно прихватить с собой неприятностей и невзгоды хозяев дома по этой же причине и посуду сегодня в чужом доме в этот день мыть не следует лучше отказать в помощи перенеся такое мероприятие на другое время также 18 ноября нельзя брать в руки и чужой веник вдруг оказавшийся у входной двери на нем может быть просто порча надо надеть надеть на руки перчатки и ими взять подклад который затем вынести за пределы дома и сжечь пепел после собрать и за покопать под сухим деревом не стоит 18 ноября и принимать важные решения поскольку может вмешаться нечисть а значит и толку от решений не будет все пойдет на смарку по этой же причине не рекомендуется в день и он и подписывать документы потому что могут начаться серьезные финансовые и карьерные трудности нельзя чтобы дома в день и он им был беспорядок сегодня нужно устроить генеральную уборку но не для того чтобы чистоту навести а чтобы от всего плохого избавиться после того как все будет убрано все углы следует перекрестить и сбрызнуть святой водичкой но не только дом должен быть чистым но и тело поэтому наведя порядок в доме нужно в обязательном порядке принять душ ванну или сходить в баню 18 ноября нельзя девушкам поднимать было монетки земли потому что это была верная примета к одиночеству не стоит и в день и он и делать крупные покупки так как сегодняшнее приобретение не принесет удовлетворения а деньги будут потрачены только зря и конечно же сегодня в такой день день и он и вы можете сжечь все свои проблемы для этого берете листок бумаги пишите тезис на чего вы хотите избавиться избавиться что вас тревожит что вас беспокоит чего вы хотите избавиться это может быть список написаны из трех пунктов может быть из десяти это все по вашему усмотрению после того как вы все написали берете этот листочек делаете в мячик или в то есть сворачиваете такс и чтобы вы могли подкинуть вверх этот листочек и опять же его с поймать то есть можете даже сделать виде мячика то смотрите на ваше усмотрение но так чтобы подбросим к верху вы могли этот этот так называемый шарик из бумаги с вашими проблемами словить когда вы его словили этот этот а вот у комок бумажки виде мячка нужно будет сжечь поджигаем помним друзья соблюдаем технику безопасности и говорим сжигаю все проблемы от себя устраняем да будет так сожгли пепел развеяли по ветру и после отойдете занимайтесь своими делами в какое время проводить в любое когда вам будет удобно и комфортно но именно 18 ноября далее друзья у нас с вами лунный календарь на 18 ноября 2021 года и так лунный календарь на 18 ноября 2021 года сегодня 14 и 15 у нас с вами друзья лунный день растущая луна в знаке зодиака телец обращаем ваше внимание что сегодня последний день растущей луны и также обращаем что 19 ноября у нас наступает такой пиковый день когда у нас начинается и коридор затмений у нас и полнолуние и лунное затмение поэтому пожалуйста у нас на канале много информации по по этим по этой информации где-то обязательно перейдите на канал по лунному затмению по коридору затмение что делать что не делать и так далее не пропустите итак сегодня друзья 18 ноября это самый наверное сильный и мощный день месяца и он признан одним из самых счастливых месяцев это время наиболее активных и решительных действий с началом этого дня мы с вами вступаем период когда можно начинать очень какое-то серьезное мероприятие не пропустите пожалуйста этот день потому что он исключительно удачен для старта любого важного дела все начатое в эти сутки с блеском удается следующего такого шанса придется ждать целый месяц обращаем ваше внимание что 18 ноября энергетически очень сильный день и только от вас будет зависит правильное распределение энергии этого дня в любом случае он потребует от вас активности и инициативы если сможете найти в себе силу и даже дерзость для решения каких-то вопросов ну конечно в рамках разумного вы сможете реализовать свой внутренний потенциал который так долго ждал своего пробуждения не бойтесь начинать новые дела которые могут казаться бесперспективными а также не забывайте заканчивать старые дела которые ждут от вас своего логического завершения если вы потратите энергию этого дня на повседневные мелочи и рутинную работу никакого результата вы не дождетесь мало того в конце дня будете чувствовать себя совершенно разбитыми но ничего не добившимся человеком только грандиозные проекты и самые масштабные мероприятия должны быть сегодня в вашей жизни в этом случае в конце дня вы чувствуете подъем сил и радость активного и результативного дня также сегодняшний день 18 ноября для многих будет богат информации причем не только явной которая лежит на поверхности но и скрытой подсознательной вы должны уметь уяснить для себя и ту и другую информацию будьте предельно внимательны каждому слову сказанному даже не взначай все будет иметь значение в будущем и уж тем более не избегайте никаких примет и знаков которые нужно уметь применять ко всем происходящим событиям вашей жизни любой источник информации в эти лунные сутки становится жизненно важным так что не лишним будет углубиться в чтение содержательных книг к тут как мы и говорили растущая луна в знаке зодиака телец и сегодня вы можете решать финансовые вопросы которые способствуют повышению вашего благосостояния и возможности оставить что-то в наследство после себя также на вы на можете решить для себя энергетические физические и финансовые источники ресурсов также это время будет благоприятствовать формированию с вашего капитала повышает устойчивость и уверенность в своих силах под воздействием луны в тельце у людей происходит смягчение души и начинает проявляться нежность соответственно они становятся более добрыми и нежными проявляется практичность и приземленность ума для повышения и улучшения настроения следует скушать что-то вкусное и посмотреть на что-нибудь красивое сегодняшний день призывает нас к деятельности активности чтобы мы сегодня еще не сбавляли темпов движения не останавливались на достигнутом держались выбранного пути были твердо уверены в грядущем успехе избегайте провести этот особенный день в безделье энергетические ресурсы сегодня не бездонны их застой крайне неблагоприятен в конце дня устройте себе вечеринку она пройдет бурно и весело с уважением отнеситесь и к любой информации даже случайно услышанная фраза или прочитанная строчка в газете которая неожиданно для вас привлекла внимание могут оказаться для вас полезными что же касательно бизнеса и денег то повышенная рабочая активность сегодня очень полезно работать работать еще раз работать вы можете выносить какую-то идею или предложение на публику делиться планами такая активность приведет к переходу на качественно новый уровень возможно повышение по службе и получение прибавки к зарплате также возможно награды или какое-то заслуженное признание а что не менее важно новую новые выгодные связи и знакомства также сегодня превосходный день для карьеристов и бизнесменов любые соглашения заключенные в этот день любые сделки будут на редкость удачными это один из лучших дней для решения финансовых вопросов хороший день и для тех кто занимается с иском преступления дня легко будут раскрываться что же касательно стрижки волос если вы хотите улучшить не только моральное свое состояние но и материальное то визит к мастеру сегодня обязателен и для того чтобы сегодня притянуть удачу достаточно просто коснуться ножницами своих волос а еще лучше сделать стрижку до похода в салон красоты подготовьтесь полистайте журналы поищите на страницах интернета актуальные прически на этот период то что вы для себя подберете окажется чем-то новым и подходящим также подруги захотят такую же прическу но увы она идеально смотрится только на вас более того не наносите сегодня на волосы ничего лишнего не масок не масел ламинирование завивка или химия вас также сегодня не обрадует окраска и тонировка волос натуральными красителями поспособствуют успеху в делах что же касательно прически в этот день то сделайте прическу на прямой пробор чтобы привлечь свежую энергию проведите этот день пожалуйста активно реализовывая все задуманное обращаю ваше внимание что его 17 ноября последний день перед полнолунием поэтому мы бодры мы много имеем энергия соответственно мы можем воспользовать эту энергию себе во благо пробуйте делайте всем удачи и хорошего дня